МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 2018 год, объявленный президентом кодом добровольца, оказался для активистов движения продуктивным и насыщенным. Представители волонтерских объединений поделились своими успехами. Мы провели очень много мероприятий в этом году. Это также свеча памяти, уборка и облагораживание памятников и захоронение участников Великой Отечественной войны. Это, конечно же, парад Победы, это бессмертный полк, естественно. Что еще? Нельзя сказать про наши квесты, которые проходили и в которых участвовали очень много людей. Для нашего штаба этот год был весьма насыщенным, потому что в 2017 году мы только открылись как независимая общественная организация, как волонтерский штаб. И в 2018 году, конечно же, это был большой и активный опыт работы как с волонтерами, так и волонтеров на крупных спортивных мероприятиях. Также у нас продолжается работа по подготовке к универсиаде 2019, которая пройдет в марте 2019 года. Проделано очень много работы в плане обучения школьников, подготовки к всевозможным чрезвычайным ситуациям, таким как, например, тонкий лед, где проводилась работа со школьниками. По мерам предосторожности поведения рядом с открытыми водоемами. Также это проводилось перед летним сезоном каникул, всевозможные какие-то лекции, теоретические, практические занятия по первой помощи утопающим. Мы сейчас конкретно помогаем семьям, которые нуждаются в нашей помощи, у которых больные детки. Работаем с хосписом «Дом радужного детства». Ассоциация волонтерских центров совместно с благотворительным фондом «Память поколений» проводила конкурс. И мы приняли участие в этом конкурсе. Мы выиграли грант на 200 тысяч. В Омске 13 ноября будет открыт ресурсный центр по развитию серебряного добровольчества. В рамках этого конкурса проводился еще конкурс флагманских проектов. И наша серебряная доброволец, Боева Любовь Константиновна, выиграла грант в 300 тысяч. Мы сейчас будем реализовать проект «Молекулы добра», работать вместе с волонтерами, медиками. Этот год дал толчок развитию такого направления, как помощь медицинскому персоналу в учреждениях здравоохранения. На сегодняшний день подписано 5 соглашений с учреждениями здравоохранения, где будут работать и работают уже сейчас наши волонтеры, осуществляя уходовые мероприятия, мероприятия по поддержанию самопедрежима в стационарах. Совместно с бюджетным учреждением здравоохранения области «Центр крови» мы собираемся открыть школу доноров, в которую могут принять участие все студенты, желающие стать донорами или работать в данном направлении. Медицина, экология, патриотическое воспитание, проведение спортивных и культурных мероприятий, инклюзивная и палеотивная помощь, серебряное и корпоративное волонтерство. И это далеко не весь список направлений. Интерес к движению постоянно растет. В этом году в Омской области уже насчитывается около 100 тысяч добровольцев. Я занимаюсь волонтерством, потому что это опыт, который я могу передать ребятам в плане руководства, управления, в плане помощи другим. Я собираюсь связать свою жизнь с работой в Министерстве чрезвычайных ситуаций. Это для себя, я считаю, хорошим подспорьем, чтобы в будущем продолжить уже более на серьезном уровне заниматься. Это образ, как сейчас говорят, образ моей жизни. Мы все с детства занимались волонтерством, добровольчеством, только оно не так называлось. Мы были и собирали металлолом, макулатуру, мы были вожатыми, пионервожатыми, мы были дружинниками. А сейчас просто с выходом на пенсию появилось свободное время, семья меня поддерживает, и я занимаюсь добровольством. Волонтерство – это состояние души, и ты этим занимаешься от всего сердца. Тебе хочется помогать людям, тебе хочется быть причастным к истории, которая происходит в мире вообще. А добровольчество – это тренд, который сейчас очень модно быть добровольцем. И это не только потому, что это модно, а еще от того, что у тебя внутри тепло, и ты хочешь этим теплом делиться со всеми остальными. Главные итоги года добровольца подвели на сцене ТЮЗа. Здесь состоялся торжественный концерт. Представители региональной власти отметили самых активных участников добровольческого движения благодарственными письмами и подарками. Огромное спасибо всем вам за то, что вы делаете. За то, что вы заботитесь о людях, которые окружают вас, и о ближних, и о дальних. За то, что вы делаете очень нужные для общества и государства дела. За то, что своим примером вы показываете, что в нашем российском обществе по-бежнему живут и развиваются самые главные ценности, которые мы всегда гордились. Это правильное, нужное, необходимое нашей стране движение, которое, в принципе, всех делает добрее. Всех делает более собранными, более нужными друг к другу. Оно развивается, и хотелось бы, конечно, чтобы это все не ограничивалось четко регламентированным годом добровольца. Чтобы все инициативы, все навыки, полученные в этот вот такой базовый год, продвигались дальше. Признание колоссального вклада в развитие региона и страны, пожалуй, главное благодарность за ту работу, которую выполняют волонтеры в различных сферах. И как итог этого года – создание развитой инфраструктуры поддержки добровольцев на всех уровнях. Редактор субтитров А.Семкин